В текущем году в Тверской области дан старт реализации программы поддержки школьных инициатив. В нее вошло минимум по одному проекту от каждого муниципалитета. Всего планируется реализовать 57 проектов. Вопрос рассмотрели на заседании правительства Тверской области. Подробности у Натальи Чекет. Программа поддержки школьных инициатив запущена в Тверской области в 2021 году. За два года дети подготовили и осуществили совместно с учителями 43 проекта. В частности, в прошлом году в школе номер два зато Озерного обустроили зону отдыха «Активная перемена». В Слежаровской школе номер два по инициативе детей создали фотостудию. А в Тверской гимназии номер восемь появился автодром. Важно, что эти инициативы зародились в Тверской области. Это был Лучневолодский район. У нас было первых три проекта, они были совершенно небольшие. Мы их посещали, это было расписано, стало очень красиво оформлено. Это все послужило началом сейчас большой работы. Сегодня у нас в этом году поступило 65 заявок, из них 57 были признаны состоявшимися. В программе участвуют школьники с 8 по 11 классы. Ребята выступают с инициативой, чтобы они хотели изменить или улучшить в учебном заведении. Затем они готовят проект и выносят его на школьное голосование. Победивший проект направляется в областное правительство для дальнейших конкурсных процедур. В этом году при поддержке региональных властей учащиеся планируют обустроить в школах пространство для творчества и обучения отдыха и спорта. Так, в школе номер 24 Твери заявлено создание мобильного тира, где ребята смогут закрепить знания, показанию первой доврачебной помощи, подготовиться к сдаче ГТО и строевой подготовке. А в Ромешковской школе планируют создать кабинет кулинарии. Наши ребятишки сегодня являются активными участниками проекта по школьным инициативам. И то, что они своими руками благоустраивают школьные территории, сами школы, классы, где они учатся, это все очень важно, потому что они это берегут и будут передавать младшим классам. Во время заседания губернатор поручил Министерством финансов и образования совместно с главами муниципалитетов и родительским комитетом организовать контроль за выполнением проектов, а также рассмотреть вопрос о расширении финансирования проектов в районах, чтобы у детей была возможность воплощать в жизнь более масштабные инициативы.